В наши дни компьютерные технологии, спорт, индустрии развлечений развиваются невероятными темпами. Вместе с ними огромной популярностью пользуется киберспорт. Ультрамодное явление, которое сочетает в себе разные составляющие современной культуры. Ценность этого направления в том, что в нем нет никаких ограничений по мастерству, по возрасту, по возможностям игрока. Крупные турниры собирают в залах сотни тысяч людей, а онлайн-трансляции смотрят миллионы фанатов по всему миру. Об одном из них далее в сюжете. The International — это ежегодный турнир по дисциплине Dota 2, организатором которого является разработчик игры — компания Valve. Победа на этом турнире — самое главное событие в карьере профессионального игрока. Говоря простым языком, это чемпионат мира по Dota 2. Впервые этот турнир прошел в 2011 году на выставке Gamescom, где и была представлена игра. Тогда призовой фонд составлял 1,6 миллионов долларов. Рекордная сумма для того времени. В турнире участвовало 16 команд из 6 основных регионов мира. Это Европа, СНГ, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америки. Первым победителем в долгой и насыщенной истории турнира была украинская команда Na'Vi. После того, как закончился первый интернешнл, и мы увидели тот уровень организации и зрелищности, все поняли, что все тут серьез и надолго. Другие организаторы тут же подключились и хотели эту игру себе в обиход. Одна из главных особенностей интернешнл это призовой фонд. Он формируется на основе краудфандинга через внутриигровую покупку дополнительного контента. Таким образом, игроки в Dota 2 сами спонсируют главный ивент. Призовой фонд каждый год бьет рекорды. В этом году он составил чуть более 40 миллионов долларов, а победитель турнира получил 18 миллионов. Помимо огромного денежного приза, команда-победитель получает главный трофей турнира. Аегис или эгиду чемпионов. На обратной стороне трофея выгравированы имена всех победителей турнира. Вес трофея не маленький, ведь выполнен он из бронзы и серебра. Сейчас вы видите таблицу с победителями этого турнира. В данный момент только одна команда, OG, является двукратным чемпионом. СНГ коллективы же выигрывали этот турнир с разрывом в 10 лет. В этом году турнир проводился в оффлайне, столице Румынии, Бухаресте. Зрителям же запретили присутствовать в зале из-за карантинных мер, поэтому онлайн-трансляции набирали в среднем по 900 тысяч человек. Финальную игру между PSG LGD и Team Spirit наблюдало рекордное количество человек – более 2,5 миллионов. По итогам пяти игр Team Spirit одержала победу со счетом 3-2. Наш телеканал тоже проводил эксклюзивную трансляцию мейн-ивента в прямом эфире при поддержке и спонсорстве по рематч. Первый день плей-офф трансляции длилось 8 часов, второй день финалов занял 12 часов. В аналитике и комментировании принимали участие казахстанские профессиональные игроки в Dota 2 и комментаторы с большим опытом работы. Огромное спасибо каналу Atomicent Business и генеральному спонсору «Париматч» за такую нереальную возможность посмотреть все эти игры, за то, что я попытался подарить эти эмоции и свой голос зрителям, которые приходили смотреть эту трансляцию. Я этого, наверное, никогда не забуду, это один из лучших моментов моей жизни. Поэтому продолжайте делать такие события чаще, я надеюсь, что я постараюсь на них попасть. На фоне громкой победы команды из СНГ будем надеяться и на то, что киберспорт в Казахстане тоже начнет развиваться. Жанат Турсынов, Даньяр Кейгбаев, Atomicent Business. Парень 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 Пар